Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Республика Западной Армении депутату Александра Мартин присвоила звание почетного гражданина. Топонимы Арцаха, монастырь Ганзасар. Армянская идентичность Дерсим. Арцахский конфликт еще не решен. Европарламент проголосовал за резолюцию. Пострадавшая от землетрясения Западная Армения на этот раз оказалась в водовороте ливней. Диктатор Алиев, голландский геноцидовед о геноциде грозящим армянам Арцаха. Миджик, фестиваль Гаты в Ахалкалаке. Республика Западной Армении депутату французского района Альп-Маритим госпожа Александра Мартин 11 марта 2023 года присвоила звание почетного гражданина. Прежде всего, хотела бы сказать, что высоко ценю работу парламентария и сенаторов, которые мужественно проголосовали за французскую резолюцию. Госпожа депутат, как вы отметили в своем выступлении национального собрания, есть постоянное стремление уничтожить армянский народ и колыбель цивилизации. Вы полностью осознаете, что сейчас происходит на территории Армении на глазах у всех масштаб войны по уничтожению армянского народа. Эта война и эта блокада являются частью различных геноцидальных программ, начавшихся в 1894 году. Например, программа репрессии нашего населения в оккупированной Западной Армении и продолжающаяся более 100 лет войны по уничтожению коренного населения Западной Армении, а ныне блокада коренного населения Арцаха азербайджанскими оккупантами. Тем не менее, армяне полны решимости противостоять угнетению и истреблению, как в последних двух мировых войнах, когда 500 тысяч человек погибли за свободу. Среди них Мисак Манушан, родившийся в городе Адайаман, Западной Армении, для которого 18 февраля в Париже был организован симпозиум, связанный с его поминованием. Господин Манушан, уроженец Западной Армении, который был вдохновлен духом сопротивления, пережитым во время геноциды и хотел освободить Францию. Вопрос оккупации, от которой освобождена Франция, все еще остается в повестке дня, признанной в 1920 году Республике Западной Армения. В этом контексте для Республики Армения, Восточной Республики Арцах и Западной Республики Армения невозможно найти прочное мирное решение без учета прав, приобретенных Арменией в 1920 году. Настоящая цель этой войны по уничтожению армянского народа воспрепятствует осуществлению Конституции, признанного в 1920 году армянского государства, то есть Республики Западной Армения. Поэтому мир в этом регионе должен основываться на уважении международных обязательств и подписей. Хочу выразить благодарность всем местным властям, которые уважают память сынов Западной Армении и действуют в рамках достоинства человечества. В этой связи хочу от имени Республики Западной Армения присвоить звание почетного гражданина Республики Западной Армения депутату Александра Мартин, Лидия Маркусян, вице-президент Ассоциации армянских ветеранов и единомышленников, министр иностранных дел Республики Западной Армения. Монастырь Ганзасар. На берегу реки Хачен на высоком холме находится церковь и перетвор Ованес Макартыч Ганзасара, построенный князнями-джалалянами. Исторические факты свидетельствуют о том, что история Ганзасара старше строительства церкви Ованеса Макартыча. На строениях монастырского комплекса выгравированы около 200 надписей, большинство из которых являются экспонатами средневекового искусства. Одним из ярких примеров гениального мышления и мастерства армянской архитектуры является монастырский комплекс Ганзасар, который находится недалеко от села Ванг Мартакерского района, прошлом в провинции Мецаранг Арцавской области. Первая половина XIII века, по-видимому, была периодом подъема независимой власти Хачена. Именно тогда в Арцахе были созданы выдающиеся произведения искусства, вошедшие в Золотой фонд армянского художественного наследия. Ганзасар на армянском означает «гора сокровищ». Монастырь был основан в XII веке, сохранил роль духовного центра при усилиях князей Хасан Джалаляна. В монастыре была школа, где обучались духовные предводители, создавались и хранились рукописи. В 2008 году в Арцахе состоялась большая свадьба, в ходе которой обвенчались 687 пар, 550 пар обвенчались в храме Казан Чицот, 137 пар в монастыре Ганзасар. После поражения Дерсимского восстания алавиты-аревиты изолировали себя внутри общины жизнью и сегодня в центре Турции представляются как остров. В оккупированной Западной Армении сегодня также общественность проявляет нескрываемый интерес к быту, обычаям религии, мировоззрению алавитов-аревитов. По сей день издаются книги и статьи, распространяются лживые слухи о быте и обычаях алави-ареви, обвиняя их в нечистых нравах и привычках. Алави имеют свои национальные праздники, также ежегодно проводится в Дерсиме большой международный фестиваль. Фестиваль Хаджи-Бекташа ежегодно обеспечивает вход десятка тысяч туристов, освещается образ жизни и обычаи алави. География распространения алавитов не ограничивается оккупированной Западной Арменией. Их основная масса проживает в Северном Ираке, Сирии, президент которой Башар Асад, также алави. Европейский парламент проголосовал за резолюцию об отношениях Армении и Евросоюз, сообщает Армепресс. Европарламент принял резолюцию об отношениях Евросоюз и Армении. За проголосовали 534 депутата, против 10 воздержались 66. К докладу, в частности, относительно обсуждения продолжающей блокады Бердзорского коридора, который усугубляет гуманитарный кризис в Арцахе, а также осуждение инцидента 5 марта между Азербайджанами и армянами Арцаха, который привел к гибели людей и поставил под угрозу мирный процесс. Устные поправки также были приняты. В докладе отмечается, что Арцахский конфликт, а также недавнее вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении привели к десяткам тысяч жертв, огромным разрушениям и перемещению сотен тысяч людей. Однако конфликт в Арцахе еще не разрешен. В документе представлены нападения Азербайджана в Георкуникской, Суникской, Вайотзорской областях Армении, оккупация Азербайджаном части территории Армении, обстрелы гражданской инфраструктуры, внесудебные убийства армянских военнопленных и других задержанных, блокировка движения граждан по Бердзорской дороге. В докладе отмечается, что для стабильного урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном необходимо приходить в насилие, гарантировать права и безопасность армянского населения Арцаха. Республика Западной Армении напоминает, что эта политика началась еще в 1894 году, поскольку турецкое руководство, принявшее политику геноцида и уничтожения, оккупировав территории Западной Армении, грубо нарушает международные нормы. В том числе коренные жители Западной Армении, периодически подвергая депрессиям армян, стали ярким примером для своего братского Азербайджана, который пытается реализовать ту же политику в отношении Арцаха и Восточной Армении. Международное сообщество должно зафиксировать эти факты и принять жестокие меры. Пострадавшая от землетрясения Западной Армении на этот раз оказалась в водовороте ливней. Из-за интенсивных осадков палаточные кварталы затоплены селевыми водами. Пострадавшие от землетрясения жители сейчас страдают от наводнений. В городе Гасан-Сур-Адайаман погибло 13 человек, в Урфе – 2 человека. В некоторых районах Малатии ряд улиц Харберта, палаточных поселок в районе Авшин-Мараша, ряд палаточных кварталов Хатая были затоплены дожевой водой. На улицах образовались озера. В результате наводнений потоплены земли сельскохозяйственного назначения. Многие машины подгрузились под воду. Жители не могут пользоваться палатками. Правительство Западной Армении концентрирует внимание международного сообщества на бездействии турецких властей, которые не оказывают должной помощи коренному народу, живущему на собственной территории. Игнорируя ее основные права, требует активного вмешательства государств, подписавших Северский договор, восстановление правовых основ Республики Западной Армении, чтобы коренные народы были защищены собственным государством. Известный ученый-геноцидовед Дирк Ротзанд в одной из самых авторитетных нидерландских газет опубликовал редакционную статью, в которой коснулся незаконной блокады Бердзорского коридора, заметив связь между геноцидом армян 1915 года с голодом украдинцев, совершенным Советским Союзом при Сталине в 1932-1933 годах. Дирк Ротзанд подчеркнул, что диктатор-президент Алиев на самом деле не подвергается давлению, в том числе и со стороны премьер-министра Рюте и многих других европейских лидеров, которые считают поставки газа более важным, чем права человека. Настало время, чтобы Нидерланды и остальные страны Запада активно поддержали армян, проживающих в Нагорном Карабахе Арцахи. Следую примеру таких организаций, как Лемкинский институт по предотвращению геноцида, который осуждает блокаду и видит планы президента Алиева. Если мы хотим защищать наши нормы и ценности в Украине, мы должны обратить внимание на судьбу армян в Арцахе. Осознание этого есть, остается совесть. Республика Западной Армении также констатирует, что действия, которые сейчас осуществляются в Арцахе, являются геноцидальными шагами. Необходимо посредством давления и ограничения международного сообщества остановить ожидаемую катастрофу. Любой ценой необходимо исключить повторение геноцида в нашем регионе. 15 марта в день Миджинг Великого Поста почти во всех церквях Джавахка прошел фестиваль «Армянская Гата». Верующие Армянской Апостольской Церкви отмечают Миджинг, то есть середину Великого Поста. Миджинг празднуется в 4 среду или на 34 день Великого Поста. Согласно народной традиции, армянские хозяюшки пекут постный хлеб, в который крадут монету. Кому попадет монета, будет иметь удачу в этом году. Эта прекрасная инициатива в Джавахке превратилась в долгожданную традицию, которая объединяет вокруг себя множество людей разных населенных пунктов. В этом году фестиваль прошел во дворе церкви Сурбхач Ахалкалаки. В различных районах Западной Армении также отмечается фестиваль, в том числе в Ахалкалаке и Джавахке. Культура является важнейшим компонентом сохранения идентичности. Такие праздники угруппляют нашу идентичность. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok